ну я не скажу что было и были большие палки ну даже если они втыкали они отлетали в них эти палки они накладкой леют то есть это правда твои волосы как страшно что это рассыпается я в студию вошел на шпильках при тебе когда ты еще жив пошел вот прям откровенно херачить не в сторону и я тоже хочу возьми меня беру что-то там скандалили пересели деньги а ну как я на кровать на такую шикарную сяду шпильки чтобы ее проткнуть друзья мои вы помните что я обещала вам изюминку и вот самый настоящий отборный изюм сегодня моей шикарной бархатной золотом кровати это российский дизайнер иван рыбников ваня мы приветствуем тебя мы давно тебя ждали здравствуй мой дорогой взаимно очень рад присутствовать вот такая визуальная прекрасная картинка мне кажется очень подходит для нашего с тобой звездного разговора ведь ты большой ценитель красоты и не только ценитель но и и создать умею наслаждаться но и создавать тоже да одно другого как бы зависит и отпечаток дает это однозначно и так российская земля рождает самородков и я знаю что ты вот самый настоящий как ломоносок уральский причем уральский самородок ведь ты можно сказать от сахи от топора отошел и пришел к игле вот интересный твой переход из такой среды вот в этот мир гламура мир шоу-бизнеса расскажи как это вообще произошло гламур же он же не сразу пришел начиналось все с того что наверное в детстве я одевался ну иначе нежели другие подростки дети уже тогда как-то проявлял себя то есть когда она в тебе есть она выходит самого детства из тебя и ты отличаешься за мной следят многие с теми с кем я учился учился я три года по профессии да это был профлицей пришвейной фабрики город орск и в разных городах жил и везде свое ателье имел и со всех этих городов все знакомые все друзья клиенты естественно уже в дальнейшем уже следят за моим ростом всем интересно все видели меня в том начале и естественно это все развивалось мое творческое внутри меня спасибо богу что мне он позволял вот это вот давал мне развитие я так понимаю что тебе как раз бог дал твою двоюродную сестру которая изначально пошла этим путем она научилась шить и она так тебя зажгла что ты в общем-то взял вот это вот олимпийское пламя и понес его дальше с гордостью причем да с гордостью ну она вот кстати двоюродная сестра не шьет там она ушла в бухгалтерские дела а вот ее миссия какая интересная была да то есть она тебя зажгла и пошла в бухгалтерию а ты остался вот вот поэтому я говорю люди которые встречались на моем пути но они просто так встречались они каждый вносил свой вклад а ты помнишь своего первого клиента первый человек кому ты сшил что-то и придумал сам да конечно это была моя одноклассница а после нее уже пошли учителя потом пошла это же район небольшой потом пошла школа соседние школы средних районов учителя банк почта и как бы уровень даже там все повышался повышался я начал привозить ткани уже ткани заказывали денежку давали наперед людям хотелось выбора тем более как бы сельские люди много не видели не избалованы а учителям все-таки нужно одеваться и часто и постоянно и представительно потом пошли бухгалтера ну и вот так потихонечку потихонечку ну сейчас ты пришел уже к такому уровню что практически все наши звезды шоу-бизнеса я знаю что одеваются у тебя и кстати говоря стоят в очереди для того чтобы ты им сделал какую-то эксклюзивную одежду ведь ты делаешь все сам своими руками в этом кстати говоря твоя уникальная эксклюзивная особенность даже дизайнеров сейчас вот пруд пруди на самом деле но иван рыбников один и как раз ты продолжаешь традиции вот такого большого дизайнерского бизнеса такие как dolce gabbana там ковали они же сами любили прикладывать руку к этому делу до конца почему я думаю потому что они-то как раз таки понимали как важно вложить что-то от себя туда тогда это будет единственным как-то экземплярным что ли и достойным внимание других но у меня кроме звезд и артистов еще и обшиваю первый канал редакторов музыкальные другие телеканалы как мюзик бокс а это те люди которых вы не знаете но они несут большую силу то есть благодаря им на сцене звезды и артисты это очень интересно вот мне всегда было интересно как человек проходит вот этот путь от ноля практически да и попадает вот на эту вершину всегда интересно посмотреть высветить прожектором как же это происходит ведь на этом пути очень много попадается ритвин ухаб вот наверняка это твой путь становление тоже не был вот таким знаешь как ты раз и взлетел как птица я у меня так вот сейчас размышляю пока ты говорила и сам для себя понял что опять же вот эти ритвины и ухабы вот то что я был в этом деле то что я это создавал это же меня и спасало оно меня отвлекало от этих каких-то проблем проблем забот и внутренних моментов то есть ты любишь то что ты делаешь и ты видишь результат он тебе нравится и он тебя защищает вот от того что было не так негатив или еще что нет но все-таки были же такие люди которые пытались воткнуть палки в колеса наверняка такое было в твоей жизни они были ну я не скажу чтобы были были большие палки но даже если они втыкали они отлетали в них эти палки почему потому что все-таки человек который должен чего-то достичь несмотря ни на что он будет на своем месте вот касаемо моего возраста даже многие думают что я молодой мальчик но уже и сына моему 20 лет и я как бы я думаю что для многих это будет откровением потому что иван выглядит на 26 хотел сказать 25 но нет 26 а вот почему почему а потому что я тоже хочу на 26 открой секрет и не прекрасно выглядишь спасибо а хочу на 26 ну вот даже если брать любого артиста почему многие артисты сейчас выглядят лучше чем чем даже были молоды да потому что вот как раз артисту и дается вот этот резерв для того чтобы он блистал для других вот это свыше дается как и талант вместе с талантом в придачу если ты будешь делать что-то не так пошел вот прям откровенно херачить не в ту сторону и несправедливо или там я не знаю обмануть еще чего-то у тебя заберут это все и тогда вам придется делать пластическую операцию сиять вы будете уже очень другом да абсолютно то есть у тебя никакой пластики нет лица ну мезотерапия была легкая но это не пластика нет конечно вот и удивительный человек конечно вот твой сын он не пошел по твоим стопам ну вроде бы как он и хотел бы но наверное ему это сложновато не каждый осилит труд вот вот взять вячеслава михайловича зайцева да которым ну за которым я вообще у нас и схожи пути он долго очень отшивал сам все свои изделия для него это было важно и даже если он не мог отшивать то он уже раскраивал он отслеживал чтобы все было сделано все моменты и детали так как он видит так как он хочет и это сложный труд сложная работа и не всем это под силу ребенку и в нынешнем поколении тем более это сложно да он видит он может наслаждаться этим но допустим женского не хочет он хочет мужское а мужское на самом деле создавать еще сложнее там нужно спецоборудование там нужен свой настрой да то есть умение работать с мужчинами виденье правильное во времени сегодняшнем угодить хотя я тоже делал одну из коллекцию мужских туник и они были с кружевами они были такие романтичные и была фотосессия я так подумал наверное сейчас парни это обсмеют или еще чего-то так моим удивлением было то что они хотели их снимать в итоге но раскупили твою коллекцию часть раскупили я потом их воссоздал потому что спрос был большой во первых я сам не ходил во вторых они такие унисекс часть женщины раскупили и еще просят но просто руки не доходят не хватает времени тем более сейчас делаю плюс сайс и делаю детское завтра я в у меня пока с 13 совсем уже скоро в кремле снова детский показ просто не хватает времени а ты как планируешь вот все-таки продолжать эту традицию и только самому прикладывать свои руки или все-таки ты подумаешь о том чтобы взять каких-то мастеров конечно хорошо бы но почему у меня происходит рост он именно как раз от того что я делаю все сам потому что вкладываю себя всего а это как воспитать ребенка такой ребенок в такой семье он вырастет только там такой также вот и изделия любое даже стрижку вот парикмахер стрижет под по своим по самоувидению так же и я кстати насчет стрижки у тебя очень удивительная такая прическа и тебя по ней уже узнают прямо чуть ли не со спины она напоминает такой изгиб половника или рыбий хвост некоторые вот так называют некоторые подходит им хочется потрогать и они говорят даже давно хотели мечтали потрогать ну потому что как это все есть такая версия гипотеза меня кстати прикоснуться к звезда прикоснуться к звезде возможно но меня попросили задать такой каверзный вопрос а не накладка ли это то есть это правда твои волосы мои конечно я не буду всех секреты раскрывать но там они есть мне все-таки 42 года и мы с возраста меняемся она прическа создалась и создается так во первых я ее делаю за три минуты а никаких расчесок и не нужно все вот так вот руками да фен и руки я когда вот там ничего не пришита да пока нет слава богу может быть это такого дойдет мы же стареем когда в парикмахерской находишься тебе пытаются уложить чего-то начесывать получается ну мракобесие это делается прям моментально и очень легко все но наверное руки должны расти оттуда откуда нужно хорошо вопрос у меня все таки такой вот каждый мастер он все равно хочет найти своего ученика чтобы вот передать этот дар или это мастерство ты думаешь об этом хочешь вырастить какого-то дизайнера но как у того же зайцева то есть он же все таки вкладывал в своих учеников очень очень много это он и не вырастил никого каждый как-то по себе сам и поддержки то мало и сейчас все рассыпается даже родной сын по моему тоже как страшно что это рассыпается при тебе когда ты еще жив когда ты видел когда ты создавал когда ты был на таком уровне и высоте это так оскорбительно для него для вообще для человека который столько всего достиг что за история вот с зайцевым с тем что ты его сын мы все были участниками этой драмы который разворачивался на первом канале все смотрим и продолжаем и увлеклись всей этой темой вообще тема зайцева сейчас конечно актуально потому что ну реально это любимец всей страны правда вот искренне наверное нет ни одного человека кто бы не любила славу зайцева ты можешь нам раскрыть какие-то секреты вообще-то я знаю ты кухню знаешь изнутри секрет один из секретов никто мало кто знает что я в студию вошел на шпильках на каблуках шикарные сапоги сегодня без шпиле к нам а ну как я на кровать такую шикарную сяду шпильки чтобы ее проткнуть я бы тебе даже простил мы просто не обсуждали эту тему я мог прийти хотя ног то и не видно дело в том что потом в итоге пересняли видимо не захотели чтобы это было провокационным что передача была доброй хотя тоже вырезали в передаче выяснилось что когда-то даже в этом с ним похоже зайцев пришел на какую-то на какое-то мероприятие очень солидное в красных сапогах на шпильке то есть я это увидел и знал что это нужно так пойти и это тоже сыграло свою роль да потом уже попросили меня снять вернее я снял потому что мне было в них ну туго да это целую передачу просидеть книга в них было тяжело я снял переобулся но потом мой вход пересняли потому что ну не знаю может редактора так попросили что-то побоялись зайцев да чтобы она прям передача вся была такая лайтовая но ты любитель ипотажа она присутствует то есть время от времени под настроение да хотя в зависимости от обстановки ну да хотя вот энергия такая прям вот текучий переливающийся гармоничная а ипотажники им прям хочется порога я наверно иногда вот смотришь передачи про известных личностей и не просто ты их смотришь ты для себя чего-то черпаешь как люди шли достигали а через что прошли все дети свои там до подводные камни и один из известных людей тот кто занимался салой борисовна пугачёвой как раз таки сказал в чем успех пугачёвой в том что она когда все нервные дёргаются там чего-то не знаю кипишат она спокойно и наоборот когда все кипишат когда все спокойные она она вулканирует вулканирует да и вот и где-то наверное я вот тоже так рядом интересно но это интуитивно происходит или ты просчитывать интуитивно по желанию сама интуиция интуитивно и просчитывает что вот здесь нужно так сделать то есть ты прям встраиваешься как допустим сегодня я для себя понял утром стоишь и хотя я заранее понял что я должен быть сегодня у тебя в этой рубахе я вот увидел твою рубаху просто обалдел потому что мне захотелось в принципе несмотря на то что она мужская тоже шикарно шикарно выглядит немножко она нас куда-то в средневековье вот я так подумал здесь вот так очень красиво с как мы гармонии зрителей правда не видят там все остальное тоже очень красиво я для себя смекнул некоторые моменты вот люстра у тебя на кухне я просто сам антиквариатом немножко занимаюсь ну в силу возможностей и мне там есть шкафы и красивые в золоте ну по сто лет который и какая-то посуда для меня вот эти изюминки которые сегодня увидел они еще не все видела я тебе еще раз кроме чего интересного покажу хорошо вот ты такой успешный реально все хотят одеться сейчас у рыбникова каждый ли может позволить себе материально это сделать но у желающих все больше но я такой человек принципе уступчивый то есть ты демократично к ценам подходить очень даже очень даже многим на удивление но я как раз из тех которые бешенством не страдает наоборот я готов сделать вот я понимаю что это хорошо я потом сколько приходит комплиментов к этим людям которые выходят в моих одеждах это может быть даже больше стоит чем хорошо цена средняя так скажем вот ты можешь примерно сказать сколько стоит одежда ну я могу сказать сколько самое дорогое да было платье допустим оно было около ста тысяч ну в принципе там и вложенные сил было немало но больше то я и брать и не буду но это не гумжи не цум сумма можно сходить и жить можно дорого и шикарно но так цена 25 я с большим уважением отношусь вот к такому подходу твоему к ценообразованию потому что действительно все эти раздутые цены когда ты начинаешь понимать как раздутые звезды да вот начинаешь понять сколько стоит ткань сколько стоит работы ты понимаешь что не дороже стоит что вещь не может стоить там 500 например платье если оно не расшито драгоценными камнями ну да и когда ты понимаешь что в твоей одежде очень много людей ходит наслаждается наверно правда вот когда-то настоящий мастер тебе гораздо будет это приятнее нежели ты будешь сидеть ночью считать свои деньги даже с них сафронов ходил и он бесплатно всем рисовал писал эти картины он работал на имя так и здесь зачем с ума сходить какие-то накручивать придумывать чего-то нет я горжусь тем что ходят женщины и тем что я шью всем полнотным группам всем возрастам то есть и полным и худышком ну по запросу и шью не только нарядные вещи у меня есть клиенты которые приходят и говорят ваня я хочу вот такую вещь там у кого-то увидела или сама придумала есть женщины вот у меня опыт и стаж 20 лет в профессии что позволяет мне понимать некоторые моменты видеть чего хочет арина женщина потому что типажи схожи это важно то есть у тебя какой-то еще есть дар психолога такого прирожденного наверно сколько-то да и он складывается вообще у меня увидеть какой высокий лоб а это же мудрецы да да специально но прячешь до чтобы другие не думали что такой умный потому что иногда ум интеллект отталкивает так что мы будем вот кстати я притворяться что мы не такие в эту тему немножко углубиться я обычно на показах там за кулисьях тихо спокойно сижу и потом даже другие дизайнеры подходят которыми то первый раз все видели еще чего-то и говорят такой типа крутой и сидел так тихо спокойно ну а привыкли что не выпендриваются кричат что-то требует там ой не то это не то я говорю зачем мои вещи за меня говорят все все скажет на самом деле настоящие такие великие люди настоящие звезды достаточно скромные люди потому что им действительно не надо привлекать к себе внимание каким-то супер эпатажем или например надменным видом реально харизма талант произведение этого таланта они говорят за человека поэтому тоже браво это значительно важнее конечно конечно если ты настоящий тебе важнее это правда просто столько всего ненастоящего сейчас в нашем мире что каждый говорит что он звезда на самом деле звезд крайне мало на небосклоне настоящих истинных люди с миссией своим призванием с талантом и одна из таких звезд сегодня у меня кстати говоря в гостях а вот были ли у тебя такие клиенты которые все-таки остались недовольными тем что ты что за 20 лет наверняка попадались такие были такие тем более когда только начинал что-то пробовал что-то там скандалили пересели деньги вернуть за ткани были такие конечно без этого никак вот я почему задала этот вопрос вот если бы он сейчас был не настоящей звездой он сказал нет такого никогда не было я всегда попадаю ну сейчас конечно человека открыл и совершенно спокойно искал вот как раз мы его протестировали это ступени это нормальный процесс это абсолютно нормально а меня единственно удивляет что допустим даже не касаемо меня но вот люди есть некоторые требовательные к тебе но ты в этот момент должен понимать ты сам тут такой ты сам вот настолько же себя отдаешь своей профессии важно баланс держать ну а ты можешь например человеку просто отказать вот тебе человек не нравится но он хочет что-то у тебя заказать но ты на него посмотрел и понял что ну не хочу я с ним работать и ты можешь я не буду с вами долго не мог долго не мог потому что очень люблю идти навстречу людям сейчас немножко все поменялось во первых загружен во вторых понимаешь уже как бы овчинка выделки не стоит зачем то есть ты предполагаешь что это например человек какой-то проблемный но не только поэтому даже если вижу что вещь не получится ткань не та или еще что то то есть ты честно тогда просто скажешь нет скажу порекомендую что-то другое ситуации выйдем а ну и порекомендую кого-то из других дизайнеров кто с этим справиться быстрее лучше кто в этой направленности идут если ты не моя вот удивительная история тоже я удивилась я обидела тебя на первом канале в джинсовой куртке такой расшитый камень очень яркая вещь это вещь твоя это вещь дарьи вот фамилию сейчас забыл одна из дизайнеров которая вот как раз расшивает эти вещи и в чем плюс у нее вот она вся расшита вся забитая но она настолько все грамотно сделала лаконично что вот не к чем придраться то есть там без перебора хотя много всего то есть ты можешь взять и приобрести у какого-то молодого дизайнера неизвестного совершенно или мало известного вещь если она тебе нравится и ты не постесняешься назвать имя этого дизайнера то есть ты еще и такой человек который относится вот с таким уважением к профессионалам которые все-таки есть у нас правда есть наверное немного вот совсем недавно люди же многие наблюдают за мной и одну девочку которая решила заниматься вот она не решила она занимается действительно вышивкой но как правило те люди которые действительно чем-то занимаются они же стесняются и боятся что что-то не так что ты мне что не так те кто это делают поверхностно они ничего не боятся они идут и вот как могут еще у них такая уверенность но суть в том что как раз и задача поддержать тот который вы который умеет в общем пишет одна девочка мне что иван вот меня пригласили на премию я видела что вы там не раз были это ваши как бы партнеры вот идти мне не идти у меня вышивки этой мало я говорю ну если идти то в принципе если у тебя еще нету никакого стажа опыта нету никакого контента по фото по видео то тебе надо сделать хотя бы три работы чтобы эти три человека с тобой вышли все таки у тебя уже будет этот тот же самый контент что ты выложишь вот твоя работа профессия то есть я в этом и поддержал и она пришла пошла и кстати тоже она мне пишет не говорит иван можно у вас у меня там показ тоже на этой премии можно вас парогенератор взять я говорю да конечно но от тебя маленькая вышивка вот какой-то элемент я же тоже украшаю свои пиджаки изделия и так получилось что у нее до остались элементы и она там на месте в них пришила там крылья все вышиты из бисера тут накладки по плечевым на джинсовую рубаху и я вышел в ее же коллекции стал четвертым человеком человек первый раз выходит на сцену на подиум она вцепилась меня в рукой ну я вот пошел потому что знаю что нужно и вот она такая благодарная потому что и впечатление в первый раз но это важно выход ну это дорогого стоит я готов поддержать тех людей которые именно делают создают и стоит и потом еще ей дал циу ну допустим у нее вышита на полочки полочки полочка и спинка вся вышитая я говорю что это ну вот данный моменте ты могла бы сделать два изделия не нужно вышивать спинку все равно модель идет лицом передом к зрителю то есть ты могла бы сделать два топа у тебя было бы еще дал еще какие-то очень ценные сами ну да это какие-то выводы из своих показов я сам сейчас если ткань дорогая ставлю спинку однотонную потому что я могу два платья сделать и это платье уже будет стоить и дешевле и быстрее грубо говоря сошьется потому что бисер поэтки это же все выщипываешь потом восстанавливаешь этот рисунок еще чего-то там свои мелочи подробности это сокращает время исполнения даже сейчас вот просто в прямом эфире в инстаграм и съемка у нас для моего канала ты просто сейчас если нас молодые дизайнеры смотрят ты уже поделился в общем-то момент какими-то моментами достаточно уникальным которым ты пришел своим опытом пришел надо и тебе не жалко делиться вот этим еще очень важная деталь которая мне понравилась в твоем подходе к творчеству очень многие дизайнеры берут профессиональных моделей вот такие все двухметровые девушки совершенно плоские совершенно одинаковые совершенно непроницаемыми лицами там они ходят по подиуму а у тебя в показах присутствуют живые люди разных живые эмоции да живые эмоции то есть люди улыбаются вот я всегда за то чтобы люди улыбались а еще вы бы видели как я кричу им всем вслед улыбайся потому что им говоришь они да 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 но когда они выходят они забывают что нужно улыбаться поэтому я стою вслед кричу улыбаемся улыбаемся и они тебе они тебя слышат потому что я видел я видел что улыбаются и ты знаешь я сегодня тебя за чаем спросила женщин с такой пышной грудью ты выпускаешь и ты мне даже до 54 размера выходили это гармонично смотрелось и я действительно присутствовал на нескольких твоих показах и я была удивлена тем что в общем то женщины совершенно разные выходят и как и это гармонично смотрится как вот собрать одна крупная другая худенькая возраст тоже разный у тебя там был да но весь показ смотрелся вот как на одном дыхании как будто вот я не знаю это какое-то волшебство но честно говоря сейчас в мои показы прям борьба идет все хотят я тоже хочу возьми меня беру беру все хотят она иногда задачи есть другие требования от организаторов вот как распышек иногда не могу но они прям рвутся в бой то они ощутили они вкусили как там вкусно и красиво тем более еще моя атмосфера как-то но все красиво все ладно у нас мой показ так как вот семья даже если модели разные каждый раз или там но все дружат все общаются это вот уже некая но это можно назвать уже домом моды я вам открою маленький секрет на самом деле иван пришел сегодня ко мне не один а тоже с группой поддержкой и здесь у нас очень много людей здесь комната собралось потому что за ивана и переживают и поддерживают и эмоционально и просто присутствует и тоже наслаждаются процессом еще несколько человек так что я думаю что в твоей жизни действительно идет полная такая наполненность человеческой энергии очень благодарной яркой потому что такие красотки с нами сейчас вы таких вообще даже не видели я индивидуальности да 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 очень яркие индивидуальности и если бы их увидели на улице вы наверное бы вот с такими глазами за ним смотрят смотрят да 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 поэтому иван вообще ни шагу не делает без про красивых прекрасных женщин рядом причем это вот все настолько выглядит естественно то есть люди не просто вот знаете вот рядом с иваном походите подержаться это действительно чувствуется как эти люди они свои да они пришли с поддержкой с любовью рядом с тобой кстати про личную жизнь я знаю что очень многие интересуются и ждут как раз когда же мы о ней заговорим ты вот можешь завесу тайны хотя бы чуть-чуть приоткрыть или это закрытая тема для тебя ну может быть вот сейчас данный момент вообще я открытый человек но в данный момент не хочется об этом говорить может быть потому что в голове много задач которых приходится решать и ты так или иначе все равно то двигаешься в сторону может быть опыт был не очень удачный с супругой с первого я прожил 6 лет развелся сына сейчас 20 лет была проблема не давала встречаться с ребенком он же часто выживет сейчас нет ни со мной я его привозил он приезжал он конечно не против и жить бы со мной но такой момент что ребенок и не совсем здоров сахарный диабет он закрытый человек я тоже принципе был когда-то раньше в этом в этом возрасте тоже закрытый в каком плане а для меня важно было там дома там перетереть всю посуду хрусталь я не знаю приготовить пол чтоб чистый был как то вот такие у меня были задачи цели я не ходил там куда-то там не болтался по улице ну и домом нужно было решать какие-то свои домашние до по хозяйству дела вот как-то и он такой же он конечно моя копия во первых внешне во вторых он какие-то особенности перенял он в городе небольшом живет ходит в цилиндре ходит с тростью то есть с бабочкой я не знаю каким образом но вот гены индивидуальность отпечаток не знаю как это а вот ты сам понимаешь откуда ты вот из своего рода это принес у нас в роду род дворяний польских со стороны мамы что-то видимо есть я не знаю может картины писали может надо копать в общем что то есть там да польские дворяне ну наверное в тебе возродился а может быть даже это дворянская одежда ну да может быть был какой-то польский даже портной не знаю там глубине дальше где-то там вот так вот мы передаем свои гены из поколения в поколение что-то где-то простреливать я например полная копия своей прабабушки который со стороны отца которую я вообще никогда не видела и весь мой дар пришел ко мне от нее хотя мы не знакомы даже лично и никогда не виделись поэтому вот эти вот пути господни они настолько неисповедимы как это плетется вот я не знаю днк судьбы вселенский узор но насколько уникален каждый человек представьте вот если бы кого-то из нас но вообще в принципе не было не существовало в этой вселенной как бы это обеднило весь мир поэтому когда видишь какого-то уникального человека да и даже и не уникального ты понимаешь что яркая вспышка а все равно это вот настолько какой-то яркий интересный пазл очень ценный пазл и мы все с вами друзья такие вы точно такие же как мы я думаю что там по ту сторону экрана тоже собрались все звезды кто-то поменьше есть вот допустим здесь его у меня есть мои партнеры это целая большая школа и машина валентины букеевой они создают сумочки для моих показов эта школа онлайн которая по всему миру сама валентина когда-то начинала и вот вы тоже в чем как бы сложность когда люди начинают когда они поддерживают их кто-то в семье это как бы неприятная поддержка нужна но самое интересное что хорошо что хотя бы не мешают это еще важнее ты прав абсолютно прав вот и также там у меня еще кто а светлана кварта раньше она делала шляпки для игоря гуляева а теперь мы с ней сотрудничаем уже года два два с половиной а на всех моих показах ее шляпки но вы все нашли друг друга потому что она все так здорово сочетается вот те кто видел твои показы честно они думают что это все ты делаешь поэтому я тебе сегодня задала такой интересный момент даже если показ мой и еще каких-то дизайнеров но все думают что это был только мой показ это вот частая закономерность не знаю вот такой вслед отпечаток оставляю у людей в памяти может быть внешностью может быть не знаю чем это вот можно даже не мне судить ну да судить будем мы и мой вердикт такой что ты все-таки настоящая звезда российского дизайна но не только российского может быть и мирового потому что то что я видела и как я это могу оценить а поверьте я могу это оценить я оцениваю это очень высоко я считаю что дольче габбана отдыхают но я пытаюсь еще раскрыться мне не хватает постоянно времени ну да тебя надо клонировать если ты сам все это делаешь конечно тебе тут придется на тебя клонировать реально или все-таки дом моды открывать и нанимать мастеров хороших может быть выращивать их даже это моя цель дом моды мы желаем тебе я надеюсь что чтобы у тебя в ближайшее время дом моды такой какой ты его видишь как представляешь себе и даже лучше мы все в общем тебя очень любим и я думаю что скоро каждая девушка женщина россии обязательно будет иметь наряд от тебя спасибо что ты был сегодня благодарю тебя очень приятно друзья на моей прекрасной постели в следующий раз вы увидите а вот не скажу кого следите за программой подписывайтесь обязательно комментируйте мы всегда всем отвечаем и сегодня у гостях у меня была звезда российского дизайна иван рыбников спасибо большое и так наша загадочная мистическая рубрика ящик пандоры иван дал свое согласие на то чтобы мы все-таки какую-то из его тайн раскрыли потому что не каждый герой как вы знаете соглашается не каждый такой смелый как иван и сегодня мы сделаем расклад и увидим что ты хочешь от нас скрыть карты таро открывают любые двери любую тайну они вскрывают так сдвинь пожалуйста итак расклад от лучшего торолога россии ну иван ты продолжаешь меня удивлять потому что я думаю что и вы сейчас тоже удивитесь мне показывает что иван то не только дизайнер на самом деле здесь какая-то родовая линия вот кстати говоря сверху лежит карта фортуна это карма это судьба и фудамете лежит благословение а вот в центре лежат такие карты которые в сочетании дают дар и этот дар эзотерический поэтому рядом со мной сидит коллега тебя показывают представителям рода видящих рода целителей рода несущих успех вот ты человек сборщик урожая над ним лежит карта жрица человек обладающий оккультным знанием видением пониманием и пониманием еще как это применить и поделиться этим с людьми удивительный расклад вот как ты прокомментируешь и почему ты молчишь об этом обычно люди прям вот все на кровати мне начинают говорить что я все вижу я лечу каждый второй а ты молчишь и вот только вот имея эту рубрику мы тебя вскрыли как консервную банку почему это сакральная была информация может быть сегодня как раз и пришел момент об этом сказать весь мой род все лечат все лекари и все помогают людям прям с давнего давнего поколения так получилось что видимо бабушка моя мне передала все таки пытались я в другом городе жил в этот момент когда она умерла и и как-то по женскому роду все идет но почему-то в сестре но не было возможности приехать на похороны а я смог приехать и видимо это было вот какой-то отправной точкой и я помню еще в детстве сам к ней подошел и говорю баб научи меня чему-нибудь но я же вижу я знаю что люди приходят прям приходили к вам приходили ехали со всех районов городов областей других дальних на моей памяти эта бабушка и ее сестра сестра была ее родная сестра более сильная этим занималась моя бабушка так поверхностно не углубляясь в это но все могла видел некоторые странности там когда она ходит с курицей вокруг себя да трясет курицу там свои моменты разные но я же ребенок и по-разному эту я надеюсь ты этого не делаешь я этого не делаю я занят другим делом вот как раз почему в моем деле то это все отразилось это если бы как я занимался массажем и он был бы лечебным а я же держу эти вещи эти платья в своих руках я их отшиваю я сижу ночами над ними я кропощу естественно эту энергетику эту силу я вкладываю эти вещи потому они и несут свою энергетику лечебную восстановительную гармонизирующую пожалуй вот важно да вот как против правила черту такое ну а ты делаешь это специально или это у тебя получается мы просто так получать то что ты обладаешь просто этой энергией она сама по себе как бы происходит то есть твои одежды те в которой одеты женщины они несут эту уникальную энергию которую женщину гармонизирует ведет ее к успеху а слушая не создает некую арват ауру атмосферу как и на моем показе все так добротильно благородно а если например девушка захотела выиграть в каком-то конкурсе красоты и она приобретает твой наряд она выиграет вот она даже не приобретая вот даже если участвует несколько дизайнеров в конкурсе красоты девушки которые выступали в моих платьях как раз и получали короны если бы я раньше знала я сама участвовал в конкурсе красоты среди женщин эзотериков у меня есть корона вот она там шкафу стоит я мисс иная реальность если бы я знала своя сила энергетика тебе это как бы не нужно но платье бы дополнило мы бы ее еще усилили мощность такая была это вообще удивительно я может быть даже я считаю и рад что сегодня вот это открылось но ты понимаешь что теперь начнем не нужно это держать постоянно понимаешь что теперь будет вообще я не знаю как ты будешь старого она она и так было но она была это мало знал а теперь это знают все я думаю что все таки вот с этого момента и начинается дом моды ивана рыбникова потому что такое количество клиентов сейчас к тебе придет вот поэтому каналу который мы открыли что просто держитесь другие дизайнеры спасибо что ты пришел спасибо что это тайна вырвала сегодня наружу и друзья мои смотрите нас и дальше и я обещаю вам что ко мне придут герои такого же уровня звездного как великолепный иван рыбников иван я хочу тебе вручить свою книгу называется я магнит для денег я подписала тебе ее написал великолепному иван рыбников от автора здесь собраны и прямо натуральные техники если их сделать точно будешь миллионером хотя я знаю что ты уже миллионер ну значит миллиардером я первую очередь миллионер по количеству моделей одна это сила и поддержка однозначно процветание спасибо большое да а мне в ответ и на память хотела бы подарить тебе пару украшений я знаю что ты часто бываешь на больших балах прекрасного места и надеюсь что это тебе пригодится и ну это какая-то красота просто невероятно прям покажу вам я не сомневаюсь что ты найдешь наряды которые дополняют вот эти украшения я думаю что даже это будут твои наряды ох ну это еще приятные какие прекрасные серьги и ожерелья спасибо спасибо большое тоже мне очень приятно было сегодня посетить этот красивый дом приятно было беседовать я думаю что в моей творческой жизни это тоже некое достижение и в моей тоже это однозначно потому что я всегда очень ценю когда в моей коллекции на моем канале в авторском проекте появляются вот такие бриллианты как иван это для меня просто от рада спасибо вам друзья за то что смотрите за то что меня вдохновляется на то чтобы я приглашал таких великолепных людей в свой дом и снимала такие программы еще раз я благодарю вам спасибо